Врач, фитотропевт, диетолог Борис Качко Автор сотен видео на собственном канале YouTube Автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей Сегодня решил написать видео на очень важную тему которая касается практически всех и мужчин, и женщин, и детей, и людей преклонного возраста как же все-таки правильно пить воду мужчине чтобы надольше сохранить мужское здоровье и как можно позже стать импотентом ведь многие идут, к сожалению, по неправильному пути я вам объясню почему вы по этому пути начинаете идти фактически тема этого видео подсказана моими пациентами одни приходят и рассказывают я же пил полтора-два литра воды в сутки захлебывался, она вот тут стояла почему у меня простатит? я им объясняю почему и вы узнаете в этом видео почему другие рассказывают я же своей супруге не изменял инфекций половых не могло быть откуда у меня простатит? в этом видео вы тоже узнаете откуда такие виды простатита появляются? третьи рассказывают да, прошел не один курс антибиотиков и не помогло простатит остался я вас всех прекрасно понимаю потому как простатит это не изолированное заболевание организма фактически простата это индикатор уровня здоровья мужчины который легко проявляется увеличением употребления воды и почему вы это узнаете из этого видео? да, действительно простатит это проблема и проблема серьезная потому как с точки зрения официальной медицины это номер один для снижения мужской потенции или появления эректильной дисфункции кому как нравится второе может быть красивше кому-то нравится это ваш выбор суть одна потенция ушла и вопрос как ее вернуть но далее после этого я согласен с официальной медициной действительно простатит приводит легко к этой ситуации а вот далее номером один для появления простатита официальная медицина признает только половую инфекцию ну примерно сто лет назад так действительно и было так же не у всех но почти у всех уже тогда были и другие варианты для развития простатита просто далеко не все мужчины до них доживали просто инфекции убивают значительно раньше чем простатит другого происхождения доводит до импотенции однако официальная медицина более консервативно чем условия жизни на планете земля и очень многое уже изменилось а многое продолжает изменяться и к сожалению далеко не в лучшую сторону поэтому только рекомендации пить полтора два литра воды в сутки помогает либо вылечить простатит при некоторых его формах либо легко его обострить и пойти в импотенцию ну если вы эту рекомендацию опять-таки неправильно применяете поэтому просмотрев это видео до конца вы узнаете почему метод страуса при наличии хронического простатита далеко не всегда лучшее решение также вы узнаете почему основная причина простатита сегодня это половая инфекция да она реально по статистике такая но вы узнаете почему так происходит и также вы узнаете какое отношение обычная вода имеет к лечению или появлению или поддержанию у вас простатита почему же метод страуса при наличии хронического простатита не всегда лучшее решение внешне это самое простое решение можно по методу страуса простатит не лечить тем более что больше неудобств приносит только острый простатит а хроническому постепенно можно и привыкнуть многие так и поступают однако ваше сегодняшнее решение влечет за собой цепочку событий с развитием на этом фоне аденомы простаты и импотенции а на этом фоне следующим этапом и рак простаты легче возникает последствия часто необратимы последствия вашего решения но если вы готовитесь в мужской монастырь действительно можно не лечить простатит просто чем быстрее проявится рептильная дисфункция либо импотенция тем меньше мужские половые гормоны будут отвлекать ваши мысли в иных случаях все же простатит лучше пролечить все же простатит лучше пролечить на всякий случай сохранив потенцию ведь потенция мужчине может понадобиться в любой момент но лечение должно быть не нозологическим а патогенетическим то есть учитывая не общее название простатит а причину или причины воспаления простаты просто есть десятки видов простатита это по скромному если хорошо покопаться можно сотни видов простатита найти по причине а в конечном результате конечно все они имеют одно название воспаление простаты или простатит а вот качество и количество употребляемой за сутки воды имеет это в этом вопросе решающее значение смотрите видео дальше вы многое узнаете знаете почему считается что основная причина простатита половая инфекция просто если у вас вдруг по какой-либо причине либо без причины вы просто не нашли связь с каким-либо событием в вашей жизни появилось частое болезненное мочеспускание снизился напор мочи вы вряд ли пойдете к стоматологу или лор врачу хотя с точки зрения восточной медицины лор врач и логичен просто часто именно в носоглотке гнездится инфекция опасно и не только для простаты но и для суставов сердца почек которые резко сокращают продолжительность вашей жизни а в случае простатита резко нарушает ее качество и большинство все же начнет искать контакты уролога и он вам выставит логичный для него диагноз простатит и при этом у диетолога уролога либо уролога реабилитолога есть варианты я бы сказал десятки вариантов развития простатита а у обычного врача уролога здесь всего один но зато золотой стандарт лечения который предполагает при простатите применение только антибиотиков безусловно можно было бы сделать бакпассив выделений но тут возможны варианты смотрите видео дальше если принять во внимание строение мочевыделительной системы то она имеет непосредственную связь с окружающей средой и помочь испускательному каналу легко и просто может подняться любая инфекция не обязательно чтобы это была половая инфекция это один из путей появления инфекции в этом месте однако на фоне неправильного употребления воды и тотально сниженного иммунитета сегодня даже у девственников можно высеять любую инфекцию найти формальный повод для назначения антибиотиков причем частенько инфекции даже у умевших ни один незащищенный половой контакт не высевается это парадокс а антибиотики по шаблону назначаются и это также парадокс урола считает раз есть простатит значит должна быть инфекция антибиотики назначаются после применения которых даже самые ленивые микроорганизмы станут полновластными хозяевами в вашем организме и при каждом следующем снижении иммунитета будут о себе напоминать потому как бесплатным приложением к такому лечению остается дисбактериоз кишечника и многие прошедшие курс антибиотиков знают о чем я говорю дисбактериоз кишечника как постоянный очаг инфекции остается на долгую память избавиться от которого очень сложно однако инфекция далеко не единственная причина развития простатита и об этом будет прямо сейчас если вы пошли на повышение у вас появилась еще как минимум одна причина для появления простатита первично одна и она не связана с неудачным служебным романом и половой инфекцией просто сидячий образ жизни на фоне высокого уровня ответственности и уровня стресса достаточно короткий путь первично как минимум застойный простатит а на фоне неправильного питания вы попадаете еще в десятки видов простатита сразу по выбору и еще один уверенный шаг к импотенции и адреновой простаты вами уже сделан для других при хорошем запасе прочности в моче половой системе путь простатит и снижение потенции более тернист и первично он пролегает через ожирение язвенную болезнь гипертонию сахарный диабет и другие болезни внешне не связанные с моче половой системой и как бы не приводящие к импотенции непосредственно но их наличие особенно применяемое при этом стандартное лечение золотые стандарты в лечении вновь приводят к импотенции на фоне простатита в этом случае вместо курса антибиотиков больше пользы принес бы вам отпуск с любимой женщиной или правильное лечение сопутствующих гипотинамии заболеваний легко и просто попасть в простатит неправильно занимаясь спортом казалось бы активный образ жизни занятия спортом должны улучшать ваше самочувствие укреплять иммунитет предупреждает заболевание вы же ради этого туда и идете но с одной стороны нужно правильно поддерживать водный баланс и питание ведь расход и воды и пищи при занятиях спортом резко увеличивается и громадное значение принадлежит не только количественному компоненту да нужно увеличивать но и качественному потому как теперь большее количество токсических веществ может попасть в ваш организм и нарушить это самое здоровье ну кое-что об этом будет в этом видео очень много информации на моем канале как правильно питаться пить воду вы эту информацию можете легко получить просматривать другие мои видео я не буду здесь повторяться а с другой стороны некоторые упражнения способствуют развитию простатита найдите на моем канале видео как убрать живот и бока мужчине а также как правильно качать пресс и вы поймете о чем я говорю и почему желание пойти в тренажерный зал активно конкурирует с желанием сходить на романтическое свидание это если вы попытались неправильно накачать пресс а кроме того упражнения с нагрузкой на поясницу могут вызвать нарушение иннервации и снижение потенции наступит как на фоне простатита так и без простатита легко и просто я обозначил наиболее частые такие яркие примеры как можно заработать простатит без наличия половой инфекции а про воду я не забыл о том какое значение имеет обычная казалось бы вода для развития разных форм простатита вы узнаете прямо сейчас какое же отношение имеет обычная вода к появлению или поддержанию простатита да самое непосредственное многие знают рекомендацию пить 1,5-2 литра воды в сутки из пришедших ко мне на прием с простатитом почти все пытались эту рекомендацию выполнить результат простатит только усиливался почему? что дает вам вода? ну усиление работы почек по очищению вашей крови и кажется что это не только просто но и здорово ведь вы же очищаете свой организм но если вы живете в экологически чистом регионе питаетесь исключительно здоровой пищей употребляете исключительно здоровые напитки и абсолютно чистую воду дышите чистым воздухом в таком случае вы зря нагружаете свои почки водой вашим почкам практически нечего выводить из вашей крови из вашего организма организм ведь и без того чист остается лишь ответить на не самый простой вопрос где же эти условия на земле еще сохранились посмотрел недавно передачу про горбатых китов они всю жизнь проводят в открытом океане дышат исключительно чистым океанским воздухом питаются исключительно морепродуктами употребляют ну чистую океанскую воду вроде как внешне картинка красивая вы же едете отдыхать куда к морю к океану вы считаете что там все здорово при этом киты к побережью не приближаются но они находятся действительно в открытом океане всю жизнь их габариты не позволяют зайти в реку и при этом в жировой ткани у китов по свидетельству канадских экологов почти вся современная химия поэтому к употреблению неочищенной природной воды я бы советовал относиться осторожней как и к продуктам питания потому как не все современные продукты питания достойны того чтобы их употреблять а вот с точки зрения воды на мой взгляд более правильная рекомендация у мужчины должно быть 1-1,5 литра мочи в сутки воду нужно контролировать не столько на входе в организм сколько на выходе потому как при активном образе жизни проживание в условиях жаркого климата и 1,5-2 литра воды в сутки их может не хватить это может быть элемент сухого голодания вода может легко уйти с потом или выдыхаемым воздухом а почки будут выделять концентрат токсинов и появляется простатит или банальная инфекция при редком мочеиспускании может легко проникнуть в открытую систему и это важно учитывать а вот если окружающая вас среда не такая шикарная как у горбатых китов все не так прекрасно в вашем образе жизни и экология как вы понимаете немножко прихрамывает тогда водой увлекаться ни в коем случае нельзя просто когда вы добавляете воду в свой рацион да нагружаете свои почки они начинают лучше фильтровать кровь и поток токсинов с принятой вами водой пойдет через почки затем он попадает в мочевой пузырь дальше мимо простаты ну никак не обойдет в данном случае обострить простатит легко а лечить такой простатит антибиотиками бессмысленно на экологические токсины антибиотики не действуют только на микробы и вирусы и то далеко не все более того лечение становится опасным уже для собственно почек потому как если вы не сможете во время лечения антибиотиками поддерживать суточный диурез около двух литров не на входе а на выходе должно быть не меньше двух литров мочи пострадают все те же почки в лоханках почек в этом случае как минимум образуется песок как максимум еще и камни все зависит от продолжительности курса антибиотиков и условия для нового обострения простатита уже созданы результаты применения антибиотиков в данном случае понятны ребенку каждый следующий курс антибиотиков фактически назначен предыдущим и все упирается в то когда закончится ваше терпение или у вас усилится желание все-таки пойти в мужской монастырь и не использовать эту систему уже по прямому назначению вот если вы неправильно выполняете рекомендации как же правильно пить вот эти полтора два литра воды в сутки и попадаете водой в желудок с едой неизменно разбавляется желудочный сок многие не пьют воду во время еды понимая что это плохо пьют после еды но состояние в желудке после еды возникает в разное время в зависимости от той еды которая была принята если вы приняли салатик состояние после еды в желудке может возникнуть минут через 30-40 если вы съели порцию кашки вам придется ждать час-полтора пока она переварится и уйдет из желудка в кишечник если вы съели белую рыбу птицу они могут задержаться в желудке и на 2 и на 3 часа а свинина и говядина и на 4 и на 5 часов все зависит от мощности вашей пищеварительной системы от мощности ферментативной активности сока который выделяется в желудке чем мощнее сок тем быстрее желудок опорожняется и готов к приему воды для очищения вашей крови если вы не совсем угадываете на фоне гастрита который возникает в этом случае либо язвенная болезнь в дальнейшем и в большей степени нарушается переваривание пищи желудок могла бы подстраховать конечно поджелудочное частично она может его компенсировать но если нет панкреатита если же есть и панкреатит пищеварение нарушается критически и не переваривание вами пищи перемещается в кишечник что происходит там ну там всегда есть микроорганизмы патогенные или условно патогенные несущественно любые из них начинают употреблять вашу пищу по своему усмотрению и выделяют в кровеносное русло вот они всасываются токсины всасываются из кишечника великолепно они попадают в кровь и вот здесь уже да принятая вами вода аналогично вы нарушили пищеварение но зато этой водой вы можете вот эти токсины образовавшиеся в кишечнике выделить через почки но не только это происходит плохо переваренная пища и через почки с водой к простате устремятся уже и ураты и мочевая кислота и оксалаты кальция и магния аморфные фосфаты и карбонаты кальция выбор солей зависит от вашего рациона питания и опять таки от силы или я бы сказал слабости вашей пищеварительной системы если у вас нет знакомого диетолога уролога вам вновь могут назначить антибиотики как на эту ситуацию влияют антибиотики? да никак! пищеварение не улучшают они не относятся к оперативам они не улучшают переваривание пищи а вот если вы не умеете правильно сочетать употребление воды еды и на фоне антибиотиков не сможете увеличить суточный диурез поток солей через почки только увеличится сами антибиотики будут их уже раздражать и завершить обострение простатита вам поможет разве что катетер в мочевом пузыре просто когда усиленный поток токсинов через почки устремился в мочевой пузырь он не сможет обойти простату иным способом она охватывает начало мочеиспускательного канала и при раздражении токсинами неизменно возникает простатит воспаления раньше можете сюда катетер поставить и отвести токсины в сторону таким образом вы пощадите свою простату но это делают крайне редко лучше все таки правильно питаться и правильно употреблять воду об этом будет прямо сейчас на моем канале десятки видео на тему как правильно пить воду до еды во время еды после еды в связи с разными ситуациями и вы их сможете легко просмотреть в любое удобное для вас время а мужчине важнее чем женщине знать как правильно питаться потому как только вода это удаление токсинов через почки либо через кожу либо легкие но с риском обострить не только простатит но и цистит и ретрит а чтобы не обострять простатит лучше если токсины будет не только удалять но еще и обезвреживать более мощный фильтр а это работа печени а для этого мужчине прежде всего нужно знать как правильно питаться а во вторую очередь как правильно пить воду потому как лучше начать изменения вносить свой образ жизни просмотрев мое видео консультация врача диетолога онлайн в нем объединение двух рекомендаций в одну и как правильно пить воду и как правильно питаться тогда употребление воды не обострит простатит и мужское здоровье не только не пострадает а будет сохраняться более продолжительное время и у женщины не будет повод коситься на мужчину по поводу простатита и с ним вопросом изменил или не изменил изменить женщине конечно мужчина может но сегодня есть достаточно много средств защиты чтобы это не было явно чтобы это явно не проявлялось а вот изменить экологию очень сложно значительно проще и на мой взгляд лучше изменить свое отношение и к экологии и к себе самому любимому тогда и простатит не будет проявляться и аденома простаты не проявится и рак простаты не проявится ну и потенция сохранится на более продолжительное время вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас до новых встреч на моем канале до новых встреч на канале до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...